Всем привет! С трудом дворники справляются, то есть одну дорожку с трудом. Здесь уже не хватает сил, постоянно идет дождь, снег, то есть дождь. Вообще, конечно, такое бывает в Москве, но не часто, но не часто, очень не часто. Ну, как? Зима-то снежная в Москве частенько, но вот так, чтобы все завалило. Прямо жестко и конкретно. Такое не каждый год это точно. Прямо тут жестко-жестко. Смотрите сами. Сейчас этот не видел, увидел дворник, не русский, кстати, я реально их как-то меньше вижу. Азиатской внешности? Не знаю, Таджикистан, Киргызстан, да не столь важно. Он так это, на портал, да? Так еле-еле на русском говорит. Я говорю, нет, я для себя, для YouTube. А, не на портал, да? То есть думал, я может кому-то отправляю. То есть, вообще, то есть, везде слышен виск машин, выезжающих из снега. Не, все люди, конечно, разные, но кто-то зиму любит, но я бы ни дня, ни секунды бы не скучал и не вспоминал бы вот об этом. Это еще сейчас снег не такой колючий в лицо. Когда снег еще в лицо колет, когда холодно, сейчас-то минус пять всего. То есть, это, конечно, беда. Притом, я сейчас еще дома был, монтировал. Время-то уже сколько? К часу. Думал, на Алтушку сейчас поеду, но не захотел. Так хорошо как-то поселил дома в тепле. Помонтировал, то не закончил. Сейчас пойду, документы надо отправить нам, Артур и на... И завтра, наверное, на Алтушку. Не успевают, просто не успевают. Поэтому в Москве почему еще метро ценится, без шуток. Так, если метро далеко, пешочком пока дойдешь по этому всему. Ну, это не часто, но бывает. Даже реклама Яндекс.Дзен. Здорово. Ладно, насмотрелись вы на эту дичь. Радуйтесь, если вы так повезло, что живете на юге, где такого гадства нет. Лучше приезжать куда-то в горы. Лучше приезжать куда-то, понимаете? На лыжах покататься. Ну, жить в этом нет. Никакого интереса. Сколько лет живу, не знал, что под домом прям такой коридор огромный. Здесь, около метро Борисова. Какие-то комнаты, комнаты, комнаты. Никогда всю жизнь жил эти дома на моих глазах. Выросли. Их здесь раньше не было. Пустырь был. Надо же. С Деком отправил документы Артура. С торца дома. Вот этих домов не было. Да, ребята, пусть такие видео выходят не часто, потому что это, конечно, дикость. Люди откапывают свои автомобили. Снег еще пару дней, и реальность человеческий рост будет. Это пока сбросили. Сейчас он уже, ну, выше, чем по колено. Вот его нормальная. С машину, смотрите. Ну, здесь чуть повыше, но все равно, вы поняли, снег реально уже по пояс приближается. Да, друзья, а вон она работает, техника. Вон, красавчики. Но все равно с трудом справляются. С трудом. С трудом. Доброе утро всем. Еду в Алтуфьево. Давненько там не было, как видим, а огромные сугробы. Но большую часть уже убрали. Вчера было намного жестче. Вчера было просто... Я вчера выходил, ну, на Зене статью писал, кто за мной следит, прочитал. Прям вчера воскресенье было очень жесткое. Так, отойдем в сторонку. Не будем испытывать судьбу, когда едут машины по такой скользкой дороге. Лед реально. Тут уже не до того, что пропусти меня, кто прав. Это бред. Женщины особенно этим страдают по опыту. Идет не все, малая часть. Но все равно, типа, королева. Все должны уступить. Но это глупость и дурость, честно говоря. Особенно на таких дорогах. Ладно, уже Алтушку буду снимать. Ну, как типичный москвич. Ну, многие мои друзья, знакомые, шапки не носят до минус десяти. Как видите, без шапки. Ну, сейчас где-то минус семь, минус восемь. Нормально. Вчера было еще жестче. Все-таки сегодня поработали дворники. Ну, многие тропинки выглядят вот так. До них уже руки не доходят. Но в целом намного лучше. Вчера вот та дорога была едва расчищена. Дворников мало. А сейчас нормально, смотрите. Два человека точно разойдутся. Не знаю, с чем связано. Кто-то высказался интересную мысль, что многие дворники, кто остались в Москве, они в курьеры перешли. Больше платят. Я не знаю, сколько правды в этих словах. У меня нет информации. Но вроде как поменьше стало дворников, кто убирает снег. Но все равно справились. Ну, еще бы. Снег уже почти не падает. Время 11. Вчера в воскресенье и дороги были полупустые. И сейчас же я говорю, на МКАД не суетесь. Если кто вдруг в Москве редко. Ребята, вместо там, не знаю. МКАД притягательный. Быстро много можно вроде. Восемь полос. Четыре туда, четыре обратно. Думаете раз. Нифига. На МКАДе вы можете встать даже в 11-12 утра. Очень серьезно. Вместо 20 минут вы можете 3 часа проехать. И чем ближе к Новому году, чем жестче. Вчера тут была дорожка шириной от одному человеку разойтись. Вот так. А здесь я вчера проходил и говорил, что машина малолитражка. С малым радиусом колес. Типа ДЭУ каких-нибудь. Еще маленьких. Она здесь. Ее просто занести может. Она будет буксовать. И, конечно, это проблема. То, что здесь не расчистили. Эта дорога, она должна быть расчищена. Потому что это вокруг дома жилого. И это проблема, конечно. Площадку притом протоптали больше. Дети ходят, играют. Лед. Прям опасно. Реально ехать опасно. А тут ситуация, я прям вижу. То есть, кто-то делал, делал. И два варианта. Либо просто задолбался по-человечески. Либо ему эти, говорят его другие коллеги. Говорят, да брось ты. Пойдем. И опять же, либо там более важные места, где можно снег расчистить. Либо просто хватит. Не знаю, что сказать. Снегопад это, конечно, форс-мажор. Но, блин. Это же Москва. Здесь такое бывает. Пусть и не часто. Пусть не каждый такой снегопад чуть ли не в 5-6 лет. Но плюс-минус. Иногда может там за 10 лет 4 таких зимы быть. Иногда бывает, ну, редко. Но до января снега не выпадает. Либо он буквально в декабре такой тоненький, маленький, что его особо не видно. А сейчас нормально. К счастью, он прекратился. Иначе вообще было бы очень печально. Где-то 55 минут. И я буду на Алтушке. Старенькие еще поезда. Сейчас более современные есть. Эти донашивают на некоторых ветках. На Замоскворецкой, на Люблинской, Дмитровской, на которой я и нахожусь. Станция Петровско-Розумовская. Отсюда я приехал. И очень удобно, нетипично для московского метро. Раз. И сюда. То есть, мне на другую сторону. Но если бы я ехал... А, нет, все правильно. То есть, две ветки. Так только еще Китай-город. По такому же принципу. Вот, Алтушке сейчас доеду. Подземные дворцы просто. Вот тут уже поезда получше. Но тоже не самые топовые. Старая, добрая Алтушка. Ничего особенного. Но здесь я все-таки погодом прожил. Всегда много людей. Метро Алтуфьева. Но в пандемию было вообще никого практически. Здесь снесли. Здесь был магазин. Я всегда говорю, что вот здесь вот, где я прям показываю. Вот где шаурма, вот здесь стоял. Снесли, к сожалению. И здесь, вот на ныне уже не существующем прям пятачке, я всегда говорю, у некоторых женщин мужества было больше, чем у многих мужчин. Потому что все боялись штрафов за отсутствие намордников. И в этом магазине женщины, у них маски были спущены на подбородок. Все это время они никого не боялись. Притом около метро. И без масок обслуживали. Я сюда часто ходил. Сейчас уже можно сказать. Уже и магазина не существует. Понимаете? Вот. Всегда были места, где можно было, не надевая тряпочку. Все, эту тему закончу. Обещал мне развивать на сетке. Здесь и Мурзуб, помню, делал. Три зуба. Здесь эта стоматология. Кстати, хорошая. Так вот и не скажешь, может, отсюда. Старые какие-то стекла. Но детская стоматология, она внутри. Там очень технология. Ну, не то, что технологично. Там уютно. Там хорошо. Здесь мы жили. Сначала впереди и слева будет. Новгородская 30. А потом вот за этими белыми, коричневыми домами. Прям напротив парка. Лесопитомника снимал. То есть я здесь прожил два года. Так получилось, что квартиру продавали. Но в итоге так и не продали. Попросили съехать. Притом я не стал с нему неустойку даже требовать. Как так нормально общались. Ну, как требовать. Он и так предупредил за месяц. Но он попросил, чтобы люди приходили прямо сейчас. Вот уже завтра, послезавтра. Я не стал там говорить, что так нельзя. Показывал квартиру нескольким людям. Ну, по-человечески, если нормально общаешься, то что такого. Вот съехал. Залог он, конечно, вернул. Но квартиру он не продал тоже. Он не продумал нифига. Хотя вроде человек зарабатывает деньги. То есть он реально про налог забыл. То ли 13, то ли 18 процентов. А она у них была не приватизированная. То есть нужно приватизировать, а потом продавать. Муниципальная была. Вот. И потом в итоге решил не продавать. Не знаю, как там сейчас. Сдает кому или сам живет. Это уже не мое дело. Не настолько хорошо общаюсь с человеком. Ну, так вот с бухты-барахты он не продумав. А все-таки я сороковник ему платил. По-моему, сороковник же. Да, сороковник, ребята. Это дофигища. Дофигища. За двушку алтур его, конечно. Это ни в какие ворота не лезет. Ну, такие цены. И там снимал тоже сороковник. Нет, там чуть поменьше. Чуть-чуть. Опять же, вот эту палатку видите? Где-то в марте, в середине или в начале апреля уже так снег сошел. Так называемая пандемия была. Я обещал не возвращаться просто это без всякой. И все было закрыто. Сказали, работают только аптеки и продовольственные магазины. Все было закрыто. И магазины для животных. Вот. Эта палатка, помню, открылась. Никто к ней не подходил. Никакие там полицейские не требовали закрыть. Но он тупо дня три там посидел. Я тут мимо. Я каждый день все равно ходил гулять, что я. Пуль пусто было. Я тут, конечно, пусто было, пусто. И в Выхино было пусто. Транспортный узел ездил. И в центре было пусто. Вообще антиутопия была. И вот он сам эту палатку закрыл. Людей не было. Но он открыл, видите, никого не боялся. Не к тому, что не надо, знаете, там, анархистом быть. Все против там. Нет, конечно. Но в той ситуации, ну, время нас рассудило. Где сейчас эти все страшные, страшные, где эта неизлечимая болезнь. Где она? Куда делать вдруг во всем мире? Уже и путешествовать, оказывается, можно. Не надо и прививку показывать. И вообще как-то очень быстро. Ну, это вообще логики в этом никакой нет. Ну, people have it, к сожалению. Увы. В этом доме я жил. Новгородская 30. Кстати, его подкрасили за эти... Сколько? Два года уже прошло, как я здесь не живу. Офигеть. Обычный старый дом, 12-этажный. Такой. Ничего особенного. Ну, квартира тогда, когда ее хотели продать, она стоила что-то в районе 10 миллионов. Или даже 12-ти. Слушайте, 10, наверное, когда я заехал. Потом 12. Вот здесь сколько я ходил. Гуляли. Здесь, смотрите, нормально почищено. Я сейчас на самом... Подъезды покрасили. Да, за счастье. Даже, не даже, а вообще здесь бы квартиру иметь. За счастье бы просто, ребята. Просто за счастье, конечно. А я сейчас, на самом деле, иду в парк. Потом схожу. Я здесь все знаю. Все обошел каждый закоулочек. Пойдемте отсюда пройдем. Я пешком сейчас дойду. Отсюда можно до торгового центра. Уже не помню, как называется. Это неважная информация. Там был хороший магазин одежды. Mountain Duty, по-моему, или как так называется. Бывшая жена вторая. Меня научила всяким таким умным словам. Вот. И я поеду себе брюки куплю хорошие. Потому что, ну, в них удобнее, на самом деле. Тут не из-за того такие воспоминания в Алтуфе. А я действительно хорошо жил. Тимур со мной постоянно жил. Со второй женой жил. Тимур со мной жил. Постоянно говорю. Больше жена ничего против не имела. И Тимур сам хотел. И Артурик потом здесь часто. Тоже у меня был пять дней в неделю. Просто я и в Братеево хорошо жил. И на Нахимовском хорошо жил девять лет. Просто здесь как-то сложно описать как-то сложно. Но мне здесь нравится больше. Ничего особенного. Вот там када сейчас за десять минут дойду. Ничего особенного. Но нравится. Как-то нравится. Были бы на руках там пятнадцать миллионов. Ну вот реально. Я бы даже не на Нахиме. Которое вроде тоже классное место. И до центра. Восемнадцать минут на метро всего. Если не меньше. Ну что-то совсем близко. До Кремля. А не в смысле не до. Вот. Но здесь что-то есть. Мне нравится здесь. Алтуфьево. Вот. Биберево при том рядом. Как-то мне не заходит район. Алтушка. Как-то старые советские дома высотные. Плотная застройка. Большие проспекты. Парки. Воздух. Сложно описать. Но мне очень нравится. Этот парк, помню, закрыт был. Как ниоткуда. Здесь все заграждения привезли. Сцепки. Знаете, как против митингующих. Все заставили. Сюда не зайдешь. Вообще адиша, конечно, было. Просто адиша. Все было закрыто. Все было закрыто. Если время будет, смотрите, как красиво, кстати. Это было еще два года назад. Молодцы. Оставили. Если время будет, мы с вами сходим. Мы с Тимуром очень часто туда ходили после школы. Прекрасный парк Леонозовский. Он так и называется. Потом есть здесь пешие доступности за моей спиной. Леонозовский лесопитомник. Там дорожки и деревья. Ну, хвойные деревья. Разный. Питомник. Лесопитомник. Ход бесплатный. Это просто как кусочек леса такого. Только там можно шашлыки делать. Бесплатно, естественно. Есть зоны для шашлыков. Вот этот маленький кусочек. Непонятно чего. Но красиво. Деревьями он засажен весь. Тоже в черте Москве. МКАТ уже, слышите, шумит. И есть еще что? Раз, два. Ну да, вот эти парки. Но они клевые. Дальше еще лес есть в сторону платформы Леонозова дойти. Район это называется Леонозова, если правильно. Не Алтуфьева, не Алтушка. А Леонозова. Потому что Алтуфьево туда дальше, ближе к центру. Ну смотрите, здесь даже почистили все дорожки. Красавчики. Здесь тоже очень здорово. И вечерами здорово, и днем. Великолепное место. Я действительно имею на руках 12-15 миллионов. Я бы очень серьезно посмотрел бы в сторону как раз Леонозова. Очень серьезно посмотрел бы. И, конечно, я бы еще посмотрел, может быть, много всего в Москве, как точки. Единственное, на Восток бы не сунулся. Не из-за того, что Восток считается промышленным. Там действительно очень много людей азиатской национальности, мигрантов. Я ко всем хорошо отношусь, но объективно желтая ветка там очень много. Я, кстати, статью написал про таджика. Знаете, она порвала все вообще. Уже 16 тысяч просмотров было за 15 часов. Притом я ее публиковал в один с вечера. Я не знаю, сколько сейчас там просмотров. Все лютует. Написал как есть, как человек просто работает всю жизнь. Приехал в Москву, ночевал на вокзалах, гоняли его. На черкезоне два года поработал. Просто, когда я такси заказал Comfort Plus с Теплого Стана до Братеева, 1700 поездка или 1800 обошлась. И там написано, водитель такой-то, стаж 18 лет. Вот, уже думаю, классно. Таджик оказался мужик. И вот разговорились так. Он не говорит, что он владелец бизнесов. Нет. Просто он купил себе квартиру за эти годы. Он обеспечивает своих детей, свою маму в Таджикистане. Он машину эту купил, пусть в ипотеку тоже, в кредит. Но за 3, там и 7 миллиона. Это порвало просто у многих пуканы. Как бы, вот я даже не заработал на квартиру. Но я рад за него, понимаете. За людей нужно радоваться. Многие злословят, говорят, он не на этом зарабатывает. Ну, у него, я не знаю всей ситуации. Но там видно, стаж 18 лет у человека. Работает такси, работа непростая. Не жужжит. Не обвиняет никого. Просто работает и работает. Статья реальная. Некоторые пишут, придумал. Да зачем мне это придумывать-то? Бред какой-то. Мир такой, что придумывать ничего не нужно. Мир намного удивительнее. И, может быть, и даже страшнее, чем в самых страшных фильмах. Или самых веселых и самых остросюжетных. Поверьте. Все, что мы видим, голливудские фильмы. Конечно, не считая фантастики, слава богу, или ужастиков каких-то. То, на самом деле, жизнь намного более... Как сказать-то, более интересно, насыщенно подкарамливает. Видите? Классное место. Прийти погулять, что мы, собственно, и делали. Зимой, и летом, и весной, и осенью. Такие необычные ракурсы. На Москву. Вон он, Новгородская, дом 30, посерединке. Где я жил. Окна у нас, правда, на другую сторону выходили. Наверное, это хорошо. Там была такая дорога непроездная. Машины ездили, но очень редко. И вот он, Кат, великий и ужасный. Кстати, нормально едет, вопреки моим рекомендациям, не суваться нам, Кат. Вообще, слушайте. Сейчас посмотрю, секунду. Ну, здесь нормально, но в остальных, смотрите, можно и без приближения догадаться, ситуация плачевная. Соответственно, на западе Москвы, на юге, на востоке вообще какой-то мрак. В сторону Люберис. Ну, вы видите сами. Центр колечко, бульварное, так же. Бульварное кольцо, так же. Ну, а здесь едет. Вот маленький отрезок, где я нахожусь. Здесь нормально. Но в любой момент, через 20 минут, может и заторы быть. Как-то так, чтобы иллюзий не было. Вот оно. Вот оно как. Москва. А такие пейзажи, такую Москву я называю Москва мрачная. Потому что, особенно вечером, то есть, какие-то лэп, линии электропередач, движуха, плохой воздух, выхлопные газы. Вот оттуда я пришел. Из цивилизации. Интересно, лифт работает или нет? А, работает, а то не работал. МКАД. А мне туда, в весну, в торговый центр. Ну, я пешком поднимусь. С самокатами, помню, здесь тоже ездили, катались. Хотя, что мы с самокатами переходили, я не знаю. Потому что мы в ТЦ обычно ходили, в торговый центр. А там с самокатами не пускают, насколько я знаю. Но это и правильно, это в целях безопасности, если, не дай бог. Пожар или что-то, то такие вещи, они загораживают все, проходы и так далее. А из-за этого не пускают, не из-за того, что вредные. Особенно какие-то помещения, где выходов мало, людей много. Это тоже нужно понимать. Вот фотки прекрасные для Дзена сделаю. Много пишу. ТЦ, кстати, нормальный. Вот, линии электропередач, основательные такие. Тоже баланс белого, что ли, с качеством, кажется. В общем, обратно я на автобусе доеду, естественно. Тут платно автобусе, 30 рублей, по-моему, стоит. Ну, не жалко, чему вот так топать. Не, ходить я люблю. Но по таким дорогам, по сугробам, как-то не особо. Лучше потом прогуляюсь до этого. Если время будет до этого. До Леновского парка. Поем там чебуреки с сыром. Великолепные просто. Просто великолепные. Хороший торговый центр. Единственное, мне так ломает всегда покупать что-то. Вот это вот мерить. Реально испытываю раздражение от процесса покупок. Женщины любят в основном. Хотя первая жена, кстати, тоже не любила. Вот сейчас, как думаю, опять мерить брюки, выбирать. Прямо ходить, что-то смотреть. Прямо вообще. Обувь, все ладно, полегче. Но одежду не люблю покупать. ЦС хороший. Реально хороший. И дышится хорошо. И зоны есть, островки, где посидеть можно. И туалеты бесплатные. Не как крохоборы, уроды какие-то, которые за это деньги берут. Здесь нормальный ЦС. Это один из самых таких логичных и понятных торговых центров, что я был. Здесь фактически один этаж. Ну и фактически один этаж. Но зато здесь все. И здесь понятная планировка. Я люблю простые и понятные вещи. Люблю. Вот идешь прямо, два перехода. То есть, как прямоугольник с переходами с такими. И все четко и понятно. Мне нравится. Люблю простоту в хорошем смысле слова. Этот центр простой. Люблю широкие просторы. Не узенькие вот в половину этого. Так и должен торговый центр. Браво архитекторам, кто все это сделал. Логично и понятно. И для арендаторов, и для нас, покупателей. Все очень четко и разумно. Единственное магазин не могу найти. Я уже не помню, где он. Вроде закрылся, что ли. Вроде он был там. Но там одна как раз ячейка торговая закрыта. Ну, я сюда не за этим ехал. Я ехал просто сюда. Волтушку мне здесь хорошо. Ну, посмотрю сейчас. Стенды есть, конечно. А, вру. Два этажа, три этажа. Естественно. Наверху еще. Но наверху там, по-моему, фудкорт только. Странно. Не, наверху тоже магазины есть. Но в основном вся движуха здесь, конечно. Ладно. Найду сейчас. А там вьетнамская еда вкусная есть. Там прям закрылись все-таки некоторые. Не пережили пандемию, так называемую. Или еще какие-то причины. Здесь классно. Здесь интерактивные. С Тимуром сюда приходили. Специально разные были развлечения. Да, ребят, я не прав. Значит, наверху. Но там фудкорт еще. Ладно, найдется. Хороший ТЦ. Хороший. Два этажа. Как я так сказал, что один. Просто они друг над другом. Все четко и понятно. И логично. А, вот мужские стрижки. Раздевалка, кстати. Женщины стригут. Я к ним раньше ходил. Не так и много берут. Ну, по-моему, по-моему, конечно. 800 рублей. Борода. Стрижка дороже. Что-то 1300, по-моему. А, 950, кстати. Чего я не хожу к ним. Женщины стригут симпатичные. Как бы здорово. Ладно, буду искать. Фудкорт тоже грамотно сделан. Ну, как видим, тоже что-то закрыто. Тоже просторно. И в то же время много достаточно мест. Молодцы проектировщики. Красиво. Мне здесь всегда нравилось прийти покушать. Нормальный. Не обжираловка такая, а как-то все с душой. Детский уголок бесплатный. Красавчики. Билет сейчас купил на 22 декабря. Поеду в Ростов. И забронировал жилье. Однушка. Вроде чистенькая. Отзывы очень хорошие. Полторы тысячи. Ну, понятно, что доплат больше не будет. Там белье включено. Естественно, надеюсь, нормально. По отзывам выбирал. 4500 на трое суток. Надеюсь, там Тимур все необходимые дела в школе закончит. Отпустит его пораньше. И 25-го, я надеюсь, мы из Ростова уже поедем до Мостовского на автобусе. А оттуда уже до Курджинова. В общем, три дня в Ростове буду. Ну, два с половиной. Прилечу-то я утром. Ну, естественно, Артура сразу заберу. Там разберемся. В общем, еду. Ну, кажется, так, когда не на отдых, а когда необходимость, то жалко этих денег. Ну, к детям еду не жалко. Но я имею в виду, когда едешь отдыхать на море, то это одно. А другое дело, когда тебе просто необходимость где-то переночевать, то, ну, полторы тысячи. Я так и рассчитывал. Это Ростов. Это же не море. Это не Курорт. Нормально уродит. Ладно. Буду держать вас в курсе. Кстати, не так давно, буквально, ну, месяц-полтора назад в Москве я прошел зрение обследования. Все в порядке, в полном. Идеально, как и должно быть. Периодически к стоматологу и глаза проверить, скажу. Да и здоровье тоже стараюсь не забывать. Естественно. Не для своего успокоения, а просто пусть будет. В августе анализы сдавал. Идеально все. Все хорошо. Все знаю здесь. Все так знакомо. Хоть и прожил не так долго. Вот мир насколько меньше, чем нам кажется. Вот именно здесь, где показываю, где-то около этого магазина, встретил женщину уже, девушку. Девушка нашего общего друга с братом. Он помладше меня был, постарше брата. Его убили в нулевые. Была резонансная история. Милиция. В общем, забили пацана. Не хочу о таких вещах говорить насмерть. Это было страшно. Им дали по многу. Ну, я считаю, как по многу. Надо было лет по 30 давать. Ну, их посадили что-то там. По 13 лет сроки дали троим милиционерам действующим. Страшная история была. НТВ приезжал. Это было в самом начале нулевых. Вот. Это его девушка была. Ему было, по-моему, всего 15-16 лет. И вот я ее встретил здесь. У нее уже трое детей. Мир Тесин. Мир Тесин. Вот она в Алтуфьево. Я знал, что она в Алтуфьево живет. И женек, кто вот умер тогда, он сюда ездил из Братеева в Алтушку. Вот, к ней. И вообще так встречи были необычные. Один раз в метро встретил двух людей. Где-то в центре. Не помню. Но это центр в пределах кольца. Метро. Смотрю, Вадим. Вадим, я хорошо знаю. Вместе работали. Сейчас, правда, в последние годы не общаемся. А так вот, по сравнению лет 5 назад, 6 еще иногда пересекались. Москвич. В Москве, кстати, тоже своей квартиры нет. С родителями живет в пятиэтажке. Не знаю, как сейчас. Хотя и зарабатывал более-менее тоже. И по 100 тысяч. И, ну, все официально. Работал. Не знаю, как сейчас. Смотрю, Вадим, блин. А он на машине всегда. Метро не любит. Оказывается, он, это, машина сломалась. И тут Саша. Это, который уехал в итоге в Индию сейчас тоже. Сашу я вообще мало знаю. Совсем. Очень. И тут я с ним поздоровался, как дела, Вадим. То есть, и Саша. А Саша, он человек вообще, в принципе, с деньгами всегда был. То есть, у него там BMW хорошая машина была всегда. Икс какой, шестой, что ли. А в метро он просто, чтобы быстрее. Ну, вот насколько вероятность того, что встречусь с двумя людьми, пусть и в центре Москвы, они не знакомы друг с другом. Сначала один, а потом по плечу Саша сзади. Я вообще офигел. Как будто мир намного меньше, чем нам кажется. Эта история абсолютно реальная. Ничего я не спутал. Ну, это было, конечно, удивительно. И оба этих человека, они не ездили на метро. Я потом говорю, вообще просто, просто шокированный был. Ну, как будто намного меньше, чем нам кажется. И еще истории были, когда люди, как и ниоткуда. Один раз один человек работали с ним в году, в 99-м, помню. Потом, он меня звал еще, кстати, в это, охранником в эти, в электричке. Он сам там работать потом пошел. Менеджером работали. Потом я с ним пересекся еще в году, в 2005-м, и пересекся в последний раз. Тимур маленький был в Москве. Я вообще просто офигел. Я даже его не узнал. Он говорит, да ты что, не помнишь, мы с тобой там работали, на Ленинском. Помнишь эту фирму? Я говорю, да, мы с тобой пересекались. Мир как будто намного меньше, чем нам кажется. Мир всем нам, как всегда желаю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. Очень люблю алтушку, сложно описать. Здесь сколько ходили, ох. Хорошо здесь, дышится хорошо, мне нравится. Ладно, друзья, счастливо. Ну и напоследок, жалко широкоугольное на Pixel 6 снимает вот так, похуже. На 7-м, кстати, лучше. Но на 7-й мне просто денег жалко. Есть куда деньги потратить. Может быть, к письме на день рождения куплю, в общем, как получится. Красиво, ребята. Ну, правильно, конечно же. Празднования не будет Нового года, это разумно. И не до праздников, конечно. Поэтому, как прошлые года, миллионы, десятки, сотни, возможно. Я не знаю, вся эта открытая информация, сколько тратила Москва на новогоднее гуляние. Конечно, сейчас делать не нужно, безусловно. Мира всем нам, теперь уже точно все. Счастливо, друзья.